мы раздали вам иерархию потребностей по маслу не все они имеют подтверждение в писании но я нахожу их очень интересными так как мы имеем биологические физиологические нужды дыхание еда вода также мы имеем нужды для защиты любовь принадлежность уважение других и мы были рождены чтобы делать то для чего мы были рождены и я верю что мы не можем этого достичь без бога это основные или фундаментальные человеческие нужды все мы имеем эти нужны потребности но есть такие особенные потребности которые мужчина в которых мужчина нуждается в своей супруге и жены у нас нету достаточно время чтобы прочитать их в писании а я вам их дам но вы сможете о них посмотреть позже первое в чем нуждается муж мужчина от своей жены это ее уважение второе в чем нуждается муж от жены это дисциплинированность в ее разговоре первая петра 1 глава с 1 по 6 стих многих женщин и которых я знаю используют больше слов во дне чем мужчина говорят 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 и мы должны понимать что мы не ожидаем от нашего мужа чтобы он был как наша подружка вы встречали ли вы такой рисунок для детей мы называем это . игра . 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 стараться понять о чем же идет речь обычно женщины они очень хороши в восполнении в понимании всей картины понимание всей картины мы можем увидеть что это яблоко а иногда мужчины такие а что это и когда вы разговариваете своим мужем для убедительности или с любым мужчинам с которым вы хотите у вас есть общение ставьте точки друг с другом рядом оставляйте это простым держите это просто это не означает что мы не умны мы просто работали целый день и пытались понимать многое поэтому упрощайте делайте это просто простым наш ум он устал пытаясь запомнить что же мы оставили в тех комнатах наших в течение дня раскладывали в течение дня поэтому делай стать и сделать свою речь ясной многих мужчин которые знаю они чувствуют себя уст их они устают когда слышат что когда женщина начинают говорить вот как я себя чувствую но если я скажу кирку что не нужно чтобы ты пришел и обнял меня он скажет конечно чтобы говорить ты должен сам догадаться в том что в чем я сейчас нуждаюсь не поступайте так и следующее третье в чем нуждается мужчина от своей супруги это мир притчи 23 9 и 19 когда утром когда кирк стригся валентин и она сидели на улице и общались в машине и он мы встретились женщины которая не находилась в мире валентин встретил ее но для меня она оставалась той женщины которая оставалась в полной злости мне показалось что она просыпается встает злой не не поступайте так как эта женщина не будьте и у вас есть дух святой который дает вам мир научитесь наполнять свою душу миром когда и речь идет о взаимоотношениях с вашим мужем и людьми в церкви или даже человеком на улице мир мир оставайтесь в мире это те потребности в которые имеют муж мужчина если вы замужем и не секс и он нуждается в сексе поэтому передайте ему его маки пан пускай он будет радостным если вы хотите об этом говорить поговорить более подробно подойдите ко мне лично а теперь о женщинах женах в чем же они нуждаются от своих мужей она нуждается в любви мы это находим в ефесянам 5 25 28 33 и колоссий к колоссианам 3 19 мне кажется интересным что мужчины не видят важность и важность этой нужды таким 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 же образом но во многих случаях очень часто мы женщины хотим давать очень много любви вместо того чтобы давать то чем он нуждается в уважении в почтении он не нуждается чтобы я любила его как маленького мальчика да я из техаса но я нуждаюсь в том чтобы он любил меня это может сработать или работать для него это очень тяжело работает второе в чем нуждается жена это понимание 1 петра 3 7 это очень трудно для мужчины понимать женщину мы не имеем таких руководств по использованию потому что если бы они были мужчина бы в любом случае бы их не прочитал мужчин которые я знаю не читают инструкции один путь по которому мужчина понимает женщин это по причине близких взаимоотношений с духом святым только дух святой понимает ее и мужчина не ожидает чтобы чтобы она понимала его но бывали такие времена когда кирк задавал вопрос что же ты хочешь я не знаю просто предоставь мне список и я это его исполню я не знаю ему нужно было получить ответ от бога лист от бога теперь мужья ваши жены нуждаются в сексе также мы не будем говорить об этом много но это правда это истина какая же работа мужей в браке в семье его обязанность это вести это не означает что он принимает все решения основное правление его лидерство заключается в его сокрушенности и почтение перед господом это одна из тех причин по которым не площади просто следовать за кирком я постоянно его вижу сокрушенным соклоненным перед господом и это постоянно это первое что в чем нужно чтобы мужчина вел также есть такие ответственности мужские ответственно которые он должен обеспечивать первое тимофея 5 8 должна ли женщина зарабатывать деньги означает ли это что женщина не может зарабатывать деньги нет и также известно что женщины они могут зарабатывать даже больше денег чем мужчины но он должен знать то что это его ответственность обеспечивать семью также мужская ответственность в том чтобы защищать кирк показал картину когда поснялась картину с интернета когда он обучал об отцовстве и там было на картине бейсболист и это бейсболист шел и там направлялся мяч и многие люди на которых мяч направлялся они прятались поступали так но там был отец со своим маленьким сыном и этот отец стоял между своим маленьким сыном и этим мячом все остальные защищали сами себя а отец папа он защищал своего сына он предал себя повреждению нам очень нравится эта картина когда мы на нее смотрим какая же обязанность у жены она должна быть помощницей и помните что я говорил это как дух святой который рядом это может быть практической функцией вы делаете очень хорошую работу мой друг Татьяна я действительно хочу отдать ей честь потому что она помогает валентину практически но более важная часть то что она помогает ему духовно она делает его бремя легче это очень важная и хорошая работа следующее в чем обязана или то что должна делать жена это зарабатывать доверие своего мужа притча 31.11 притча 31.11 это тип доверия вы должны завоевать заработать заслужить также ей нужно вести свой дом домашние дела притча 31.15 она также делает работу вне дома может делать работать вне дома притча 31.16.24 о чем же также мужчина должен быть внимательным вам не нужно становиться диктатором или вам также не нужно становиться пассивным я очень сильно устал чтобы сейчас спорить местописание колоссианам 3.19 вы становитесь огорченными своей женой как это же может произойти подумайте вспомните о его разуме вспомните о его потребностях если его потребности не восполнены то он может вести себя по-другому в отношении ее единственный ответ который вы можете получить это у бога отца и простить нас и потом двигаться дальше это одна из самых грустных историй в моей жизни моей маме и папе было 50 лет они были женаты порядка 40 лет и они слышали друг друга на протяжении этого времени и однажды моя мама с папой сели и сказали они сели и сказали что на протяжении 50 лет мы приносили боль друг другу мы хотим это оставить в прошлом и двигаться дальше он сказал нет это грустно для меня это хорошо сейчас потому что оба они на небесах но я вам не советую так поступать Бог даст вам милость и благость чтобы простить огорчение и то что касается еще мужчин не приносите свое раздражение или нерешенной ситуации извне домой мы хотим сохранять наш дом в мире мы порой часто видим такую ситуацию когда босс он унижает своего моего мужа муж унижает жену жена унижает детей дети унижают собаку это так работает но я верю что бог дает милость чтобы мы действовали по-другому о чем же жены должны быть беспокоены избегать это 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 чтобы жаловаться чтобы перестать жаловаться Никакой мужчина не хочет приближаться и быть близким с женой, которая вот так. Жены, не вовлекайте своих мужей в те ситуации, в которые ему не нужно быть вовлеченным. Не будьте такие мнимо подчиненны и манипулятивны, что бы ты ни сказал, дорогой, и я делаю все по-своему. И однажды, когда я читала книгу «Сферь», я задавала Богу вопрос. Потому что помните, когда она появилась перед царем, и он сказал, что бы ты ни пожелала в моем царстве. И она сказала, я хочу, чтобы ты пообедал, пришел на обед. И я думаю, что она... Нет, ты хочешь больше, чем это? Я была очень вовлечена. И я сказала Богу вопрос, чем разница между манипуляцией и мудростью. Потому что Эстер, она была мудрой. И я задавала Богу этот вопрос около трех недель. И он, в конце концов, ответил мне. Разница в состоянии сердца. Если я мудрость, я хочу, чтобы были Божьи пути. Если я манипулятивна, то я хочу, чтобы поступали по моему. Мы не читаем, но это описано в Якове 3, с 13 по 18 стих. Я сейчас вам еще кое-что поделюсь, а потом Кирк скажет. Реальные ожидания... Реальные ожидания... Реальные ожидания... Эти ожидания от ваших брачных потребностей, они на самом деле очень важны. Они должны быть реалистичными. Есть книга, но я ее не прочитала, я прочитала только ее название. И оно вот какое. Бог создал брак, не для того, чтобы сделать нас счастливыми, но для того, чтобы мы были святы. Если вы должны помнить, что цель заключена в том, чтобы мы соответствовали образу Христа. Не как принцесса в какой-то сказке. Мы закончим с упражнением. Это одно из тех инструментов, приемов, которые в СОЗО мы изучили. Это может действительно помочь вам во взаимоотношениях. Я читаю Зефония 3.17. Сетующих и о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Возвеселиться от тебе радостью, будет милостью по любви своей, будет торжествовать от тебе с ликованием. Если мы растем в том, что Бог — наш Отец, и что в этой семье Он с нами, Он с нами, И Он достаточно силен, чтобы спасти нас от всякого зла. Некоторые переводы говорят, что Он возрадует нас, но и Он освободит нас. И Он говорит, что Он добр с этой любовью. И когда я веду себя таким образом, то Он приносит мир и благость в нашу жизнь. И Он всегда радуется у нас, когда мы поем. На самом деле, в иврите — это более близко, чем мы это, как мы понимаем. И там сказано, что я настолько счастлива об этом, что я танцую. И это вы в совершенной семье. Но никто из нас не вырос в совершенной семье. Видел ли кто-то изображение носорога? У носорога есть рог между глаз. Я хочу показать вам образ, который понадобится вам завтра. Носорог — это артист. И каждый раз, когда Он рисует картину, и даже если это гора, и там есть рог на горе. И когда Он рисует, например, картину меня, и у меня тоже есть рог. Потому что все, что видит носорог, — это рог во всем этом. И это мы называем цветные линзы. Это как будто вы родились с очками, и они были красными, и вы все видите в красном цвете. «Нет, я зеленый. Нет, ты красный. У тебя даже есть рог. И вы все одинаковые, у вас всех есть рога. Но рог есть во мне, а не в вас. Я хочу показать вам негативное влияние линз. Если у нас были хорошие родители, тогда у нас хорошие линзы. Но так как, когда мы были детьми, наши линзы развивались, и на протяжении того, когда мы получали понимание о том, что происходит в мире, и поэтому мы жили всю жизнь с этим рогом. И вот, что мы сейчас сделаем в эту минуту. Мы попросим Духа Святого показать, какой рог у нас есть, или какие линзы мы имеем. И я даю свой рог, мои линзы, чтобы помочь тебе, Отец, увидеть так, как ты смотришь. И вот некоторые негативные линзы. И однажды мы проходили соцсо с одним человеком, с мальчиком. И он вспомнил, что каждый день около пяти часов его мама начала злиться. И ему было трудно начать прощать свою маму. И когда мы над этим работали, Бог ему показывал. Потому что тогда мама, она выгоняла всех детей из дома перед приходом отца. Дети не знали, почему. На самом деле, они думали, что мама опять злая. Она сходила с ума. Но мама, она хотела защитить детей от отца. Потому что первые пятнадцать минут после прихода отца, он сходил с ума, и все больше, и больше, и больше. Злился. Поэтому мама хотела защитить детей. И поэтому было полностью неправильное понимание того, как мама ведет себя. Они думали, что она просто злилась и не хотела их больше видеть. И он вырос с таким чувством, что это только моя ошибка. И он думал, что мы играли, но слишком громко, и это маму раздражало. В тот момент, когда на самом деле ничего с детьми такого плохого не происходило. И когда Дух Святой показал ему это, это полностью изменило свое отношение к маме, свой взгляд на маму, и на всех остальных женщин в его жизни. И также он простил своего отца. И одна из тех линз, это, что я был всегда оставлен один. Никого не было дома. Я никому не мог задавать вопросы. Я был наполнен страхом. Был в небе незащищенность. Я был тем, кто приносил проблемы. Я проблема. Я не смогу быть достаточно хорошим. Я очень эмоциональный. Люди очень часто манипулируют мною, чтобы получить от меня то, что они хотят. Я всегда наказан. И я никогда не знаю, что же я сделал неправильно. Дух Святой сейчас работает в каком-то. Я всегда был наказан, но я не знал, за что именно. Это те линзы, когда вы в взаимоотношениях с другими людьми. И особенно, если они имеют власть в вашей жизни. Они, на самом деле, в вашей жизни, для того, чтобы помочь и показать что-то в вашей жизни. Но если у вас есть вот такая эмоциональная линза, то вы всегда чувствуете себя виноватым, наказанным. И для меня это очень сложно и трудно. Если вы росли в той семье, где ваши родители говорили очень громко, мы так говорим в Техасе, так все там говорят. Может быть, потому что мы не живем так близко друг к другу. Мы не живем друг к другу близко, мы живем на холмах, и мы кричим друг к другу. И у нас очень много комнат. И мы говорим, где ты был? Чего ты на меня орешь? Я не кричу. Я просто пытаюсь объяснить тебе. Может быть, жесткость. Может быть, вы всегда себя чувствуете несчастливым. Что я никогда не буду счастлив. И никто не сможет сделать меня счастливым. Или безнадежность. И вы можете иметь взаимосвязь с этой точкой, назначением. Я не хочу узнать ничего нового, чтобы не разочароваться. Это как хорошо, как это будет. Мне лучше всего быть счастливым. Никогда не будет лучше, чем сейчас. Это может только быть worse. Наоборот, будет все хуже и хуже. И все, что мы хотим сейчас сделать, чтобы Дух Святой, Он показал те линзы в вашей жизни, которые вы имеете. Просто закройте глаза. Пригласите Дух Святой. И спросите, покажите мне те линзы, которые есть в моей жизни. Которые влияют, на мой взгляд, на Тебя, Бог. Как я смотрю на людей в моей жизни. И которые влияют на то, как я смотрю на весь мир. Я хочу изменить это, Божий. То, как ты смотришь на меня. Просто попросите Дух Святой, чтобы Он показал эти линзы. Теперь мы отдаем их Богу. И просим Его обменять их. Какой Его наилучший замысел или Его наилучшее мнение о нас. Это Его любовь о моей жизни. И Бог, я всегда чувствовал, что я сам по себе. Должен сам справляться. И нету больше никого, кто бы помог мне. Что же ты мне... Что же у тебя есть взамен? Я для тебя даю Духа Святого. Он покажет тебе те вещи, которые... То, что я сделал, это говорит Иешуа. Вы можете отдавать Ему злость, а Он дает вам мир. Просто принимайте то, что Он дает вам. Кэрин сказала мне, что она услышала Слово от Господа. Для некоторых из вас. Он всегда был рядом. Он всегда был там рядом. Он не спасет вас от всех проблем, но Он будет спасать вас от всех проблем. Он не спасет вас от всех проблем, но Он исцелит вас от всех влияний. Очевидно, что Бог не спасет нас от всего зла. Иначе бы Он связал бы уже с Сатану. Но Он исцеляет нас. Он восстанавливает нас. Он любит нас. Он таки любит нас. Я хочу, чтобы вы сделали это как пророческое. Что бы вы сделали такое пророческое действие, что как будто вы имеете физические очки, и вы их снимаете сейчас, и отдаете Господу. И если вы сейчас откроете вот так руки ваши, что же ты дашь мне взамен? Вы не можете физически их держать, но вы просто принимаете. Я хочу сказать тебе, Бог, Отец, спасибо. Это мое. Оно принадлежит мне. И я принадлежу тебе. Его любовь принадлежит вам. Поэтому скажите ему, «Она моя». Она моя. Она моя. Аминь. 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 Воскресите перед Господом. Помоги мне, Дух Святой, в воспоминаниях, в которых я чувствую неудобно, помоги мне вспомнить, что ты дал мне новую власть, новую силу, новые взаимоотношения, новую власть, чтобы менять атмосферу, чтобы изменять атмосферу. Если было темно, во мне есть свет, и я его включу, и темнота уйдет. Будьте благословены во имя Иисуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова